Мне интересно услышать свое мнение уже в более таком глобальном, опять-таки, геополитическом аспекте. Тот факт, что мы, судя по всему, слышим меньше этого ядерного шантажа от Кремля. И, собственно, западные игроки, британцы, британская разведка говорит, что, судя по всему, это действительно блеф. Они ведут себя, учитывая, Рамштайн, выделение Америки, Украине, такого количества оружия, говорит о том, что запад всерьез, этот ядерный шантаж все-таки не склонен считать. По крайней мере, сравните это с нескольким месяцем назад или месяц назад. Согласен ты с тем, что все-таки ядерный шантаж сейчас от России, этот месседж немножко загасили? И с чем ты это связываешь? Ну, во-первых, с тем, что все-таки запад встал в роль врача-психиатра, а не в роль такого же пациента просто из соседней палаты. Он понял всю эту игру путинскую. Ну, там есть умные люди все-таки, да. Не везде Левакю власти и популисты. И не каждая страна Франция, да, все-таки. Значит, поэтому, конечно, никто не может быть уверен до конца в том, что сделает или не сделает Путин. И действительно, человек, который руководит на уровне бригадного генерала или полковника, и в том числе, я, кстати, хотел добавить, я это понял еще после того, как узнал про Зверцев Буча. Я понял, что, учитывая вот эту иерархию, да, то есть я начальник-то дурак, ни один солдат не стал бы насиловать детей, там, убивать людей десятками и сотнями, если бы он не знал, что ему не просто за это ничто не будет, если бы он не знал, что за это не похвали. Да, это так у них работает. Поэтому я уверен абсолютно, что все эти видео на большом экране в бункере Путина транслируются в режиме непрерывного, постоянно докладывая ситуацию на фронтах, докладывая, сколько расстрелянных в Буче, сколько по списку убито женщин, детей и так далее. И вот этот солдат, который изнасиловал младенца, он же не прятал это куда-то, да, чтобы потом заниматься какими другими извращениями, он товарищам отсылал. То есть он говорил, смотрите, я добился больших успехов, чем вы, я изнасиловал младенца. Меня за это похвалит командир, фюрер похвалит, там и так далее. Вот, поэтому, да, он действительно маньяк, это маньяки. И армия, там каждый маленький маньяк, чуть больше маньяк, чуть больше. И такой глобальный маньяк Путина. Но, у маньяков есть одно свойство. Я много раз говорил, это коротко скажу, я брал интервью последнего маньяка, расстрелянного в Российской Федерации после 92-го года, потом был мораторий. Вот, и психология маньяков мне была интересна. Я сделал с ним серьезное интервью для очень маленькой газеты, вот. И мне было 20 лет, мне было. И он мне сказал, одну мысль он четко до меня донес, что маньяки никогда не побеждают, не душат, не нападают на тех, кто сопротивляется. Они сразу становятся на место, да, когда они понимают, что им звездец, и бегут. Они никогда, и они никогда совершают свое преступление, не рассчитывают на самопожертвование. То есть, если террорист идет кого-то убивать, говорят террористической армии, да, методы террористические. Суть маньякальная. Потому что маньяк, у него нет опции погибнуть за идею. Понимаешь, в чем дело? У него есть опция безнаказанно убить и наслаждаться. Наслаждаться кровью, страхом, жертвой и так далее. Вот они сейчас наслаждаются всей страной. Они вот сейчас смотрят разбитый нырю. Потому что они дураки, они не понимают, кто его уничтожил. Они понимают, что эти дома живые люди живут. Понимают. Но это маньяческое стремление, буча, они наслаждаются. Вот это чеченцы, вот эти кадырсы, точнее, да, они же вообще не стесняются, наслаждаются этими вещами, насилием и так далее. А русские, которые еще и унижены этими кадырсами, там же сложная такая вот в этом рабском террариуме иерархия, да. Значит, они им еще и завидуют, что у тех-тех-тех там ботинки новее. Он может там на второй линии фронта насиловать женщин, пока этот дурак в окопе сидит там под украинским огнем и так далее. Или там мужчин. Короче, это иерархическое маниакальное государство и вот про ядерный удар. Гарантий нет, конечно. Но я думаю, что действительно, ты прав, и Запад всерьез это не рассматривает. Ну, во-первых, нет смысла этого рассматривать. То есть, ну как ты можешь вот, ну вот, ну решил он ударить ядерно, ну и что? Вот из-за того, что он тебе будет угрожать, ты что должен? Ночами не спать, не любить своих детей, не готовиться к войне, не помогать Украине, замереть, лечь в гроб, ползти на кладбище. Ну, какие действия, если ты подозреваешь, что кто-то, ну вот тебе говорят, там, завтра на тебя может упасть метеорит. Ну и что дальше? Это обстоятельства непреодолимой силы. Надо только рассматривать реакции на него. Я думаю, что все реакции уже рассмотрены, да? Вплоть до ответного удара, упредительного удара, удара по бункерам, удара по командным пунктам, удара по линиям связи, радиоэлектронный мармаз, спутниковая блокировка, все это вновидение и все. Конечно, это все сейчас активизировано и, безусловно, это имеет место. Но вот то, что точно не надо учитывать мировым аналитикам и политикам, это вот эту типа ядерную дубинку. Да пошел ты нахер, вот и все, да? Мы занимаемся своим делом, мы защищаемся и делаем все как надо. И единственное, кто может такие вещи учитывать, и опять я подозреваю, что очень может быть даже что не бескорыстно, это как раз леваки из New York Times. Я вот не буду эту статью пересказывать, я думаю, можете себе это сказать, я ее не читал. Да, эта статья вышла два дня назад, ее уже много комментировали в папке. А я ее прокомментировал просто, полная хрень. Собачья, они пишут, что Украина там не может, сначала они, нет, это теми же, как говорится, это те же самые люди, в принципе, которые говорят, что Украина дня не продержится, часа, двух часов. Теперь она не сможет дальше, потом мы вернем себе Крым, а дальше мы не сможем. Потом что мы еще не сможем, да? Во-первых, не им решать, да? Буквально, Айдер, буквально цитата, что несмотря на то, что Украина, они молодцы, и их победы на полях сражения с Россией, они прыголомшливые, я еще тут цитирую, ошеломительные, да. Убедительная победа Украины, которая бы вернула территории украинские до 2014 года, не является реалистичной. Ёб твою мать! А вот там, в редакции New York Times, вот эти леваки, они точно все вот закончили школы, как закончил, допустим, генерал Залужный или генерал Сапков, вот они прям вот эти академии заканчивали военные, да, прям вот там они постигали азы, вот этот грызли гранит военной науки. Какого хрена я не учу военных воевать, там, я не знаю, ничего никого не учу, никого не комментирую, еще я не знаю. Куда вы лезете, засранцы? Вы люди, которые вчера еще говорили, что Украина от России не отвечает. Я читал эти некоторые тексты в New York Times. Это написано, это детский лепет, это очень плохая, некачественная публицистика, основанная на отрывочных знаниях, да, в экспертных мнениях таких людей, как, я не знаю, там, я и фамилии не буду знать, потому что все американцы, говорят, сейчас должны быть хорошие, в принципе, на каких-нибудь леваков, которые рассказывали 20 лет, что Россию можно переубедить, да, вот, а сейчас они санкциями занимаются, да, уже вроде как протрезвели. Ну, то есть, это коллективный гармонт, это коллективный, подожди, это колебатство, это коллективный гармонт, и вот этот коллективный гармонт, он полностью обосрался. Это как сингтемп, в котором насрали, понимаешь, насрано, сингтемп хороший, но насрано. Надо убрать и посвежить помещение, начать думать нормальный кислород, насытить мозги и начать мыслить реальными категориями, а не категориями абсолютно оторванными, левацкими, потому что левак – это человек, который находится в состоянии какого-то ментального опьянения, поэтому у них, в общем, все и плохо за головой.